Всем привет! В конце сентября 2021 года мобильный оператор Мегафон запустил подписку Мегафон Плюс, которая включает в себя 4 подписки на различные сервисы. Давайте же рассмотрим, что входит в Мегафон Плюс, сколько это стоит и есть ли смысл подключаться. Важной особенностью подписки Мегафона стало то, что подключить ее могут абоненты любых операторов России, то есть не только абоненты Мегафона. В подписку Мегафон Плюс входят онлайн-кинотеатр Иви – 399 рублей в месяц, онлайн-кинотеатр Старт – 299 рублей в месяц, музыкальный сервис Сберзвук – 169 рублей в месяц, библиотека Майбук – 229 рублей в месяц. В итоге получается 1096 рублей в месяц за все сервисы. Мегафон же просит за свою подписку, включающую все эти сервисы – 399 рублей в месяц, то есть как один онлайн-кинотеатр Иви. И это вполне себе выгодно, если вам интересны хотя бы два сервиса из списка. Из других плюсов можно выделить единый личный кабинет и одновременную оплату за все сервисы. Также имеется промокод, то есть первые 30 дней подписка Мегафон Плюс является бесплатной. Ознакомиться с дополнительной информацией вы можете на официальном сайте подписки – плюс.мегафон.ру. Ссылка в закрепленном комментарии. Личное мнение. Мне кажется, что это предложение можно назвать интересным, но только в том случае, если пользователю нужны хотя бы два сервиса из четырех. Лично я, возможно, даже подключил бы подписку Мегафон Плюс для семьи, чтобы смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы на ТВ. Но на текущий момент у меня и так есть доступ к трем онлайн-кинотеатрам. А иметь H5, конечно, круто, но не очень удобно. Заходить в каждый, искать то, что нужно, не находить в одном, заходить в другой и так далее. В общем, трех хватает с головой. Музыкальный сервис я использую другой, а электронная библиотека пока что не очень интересна. Так что Мегафон Плюс пройдет мимо меня. А что подписки Мегафона думаете вы? Пользуетесь ли вы вообще онлайн-кинотеатрами или смотрите новинки по старинке? Пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!